Итоговый выпуск новостей в прямом эфире в студии Владислав Цой. Здравствуйте. Их состояние все еще тяжелое, говорят медики. Напомним, сегодня в Шемкенте произошла крупная авария, в результате которой пострадал 21 человек. 8 из них скончались на месте. Водитель грузовика получил легкие травмы и в госпитализации не нуждался. Шофер, управлявший Мерседесом, находится в реанимации. Он, по версии полицейских, является виновником ДТП. В реанимационном отделении трое больных. После операции, одной произведенной операции по поводу повреждений печени и селезенки внутреннего кровоучения, оказана помощь. В данный момент кровоучение остановлено, стабилизировалось. Находится на аппаратном дыхании. Объем кровопотери восстановлен. Скоро мы переведем ее в реанимационное отделение. В реанимационное отделение, соответствующую терапию получает. К теме транспорта мы вернемся чуть позже. Продолжаем выпуск. Вспышка Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Южном Казахстане. Жертвами инфекции, по данным областного департамента по защите прав потребителей, стали два человека. Они были укушены инфицированными клещами. Несколько дней люди занимались самолечением и за квалифицированной медицинской помощью обратились слишком поздно. Сейчас под наблюдением взяты все контактировавшие с ними лица. Это уже не первое заражение. В этом году в области зарегистрировано 4 случая опасной лихорадки. По одному в Ордобасинском и Отрарском районах и два в Махтаральском. Специалистами проверено около 27 тысяч клещей из различных районов региона. 70 из них были заражены опасным вирусом. В аэропорту Актау загорелся самолет авиакомпании «Скат», прибывший из Астаны. Известно, что ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в воздушной гавани. По данным пресс-службе авиакомпании, жертв и пострадавших нет. Ущерб и причины сейчас устанавливаются. Подлежит ли воздушное судно восстановлению, пока неизвестно. Возможность возгорания самолета во время полета члены экипажа полностью исключают. Стоит отметить, что это первое подобное ЧП в практике компании «Скат», заявили в пресс-службе. Высадка пассажиров и выгрузка багажа прошли в штатном режиме. При проведении технического обслуживания произошло самопроизводное возгорание. Причина, случившегося на данный момент весь мир. Массовый падеж домашних животных зафиксирован в селе Хараки-Ангар у Латавского района Карагандинской области. Причина мора неизвестна. На месте находится наша съемочная группа. Ситуацию по телефону сейчас разъяснит мой коллега Хайрат Журумбаев. Наши режиссеры дозвонились в регион. Хайрат, здравствуйте. Что удалось выяснить? Здравствуйте, Владислав. На данный момент в селе Хараки-Ангар погибло более 20 голов скота. В основном это крупный рогатый скот. Жители сжигают тела животных на специальном полигоне. Пока еще неизвестно, что стало причиной гибели скота. По словам фермеров, по возвращении из пазвища животные были уже больны. С трудом передвигались. Накануне из Астаны приехали специалисты, которые взяли кровь животных на анализ. Результаты исследований будут известны через 2-3 дня. В настоящее время в регионе зафиксировано 110 больных животных. В связи с этим сегодня здесь объявлен карантин. Это вся информация, которая имеется у меня на данный момент. Владислав. Спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Хайрат Журмбаев. А вот по данным Минсельхоза, количество заразившегося скота значительно меньше, как рапортовали чиновники. Пробы инфекции направлены в Национальный центр ветеринарии в Астане. Вот как нам прокомментировали эту ситуацию в ведомстве. В Лутаусском районе, Карагенгирском сельском округе, населенном пункте Бостумсок, среди крупного рогатого скота, у пяти голубых обнаружены признаки, характерные на нейкробактериоз и на листериоз. На те болезни, которые происходят в сезонном периоде перегона скота на пастбище и при параметровании курта от конной животной власти. Ну а при нейкробактериозе характеризуются признаки пораженности конечности, наступает хромота. При листериозе то, что тоже нарушается равновесие у животных, движение, воспаление в области головы может быть. Мы будем следить за ситуацией и расскажем о ней в наших следующих выпусках. Казахстанские туристы вернулись на родину. Напомню, из-за банкротства представительства международной турфирмы Tengi Travel System 1200 наших соотечественников оказались заложниками ситуации. Еще 4800 туристов с недействительными путевками на руках пока не знают, кто возместит им расходы на испорченный отпуск. В Ассоциации туристических агентств Казахстана ущерб, нанесенный компанией Travel System, оценивают почти в 5 миллионов долларов. Руководитель разорившейся турфирмы сейчас объявлен в международный розыск. По данным Генеральной прокуратуры, к поискам подключен Интерпол. Тем временем в Астане сегодня заседала Национальная лига потребителей. Вместе с турфирмами, туристическими операторами и агентствами в присутствии уполномоченных органов стороны искали пути решения проблемы и предлагали меры по предотвращению ситуации, повторяющиеся не первый год. Страхование в этом смысле самое главное. Потому что если мы решим проблемы людей, давление на сам рынок будет намного-намного меньше. А те страховые премии, которые будут собирать страховщики, с миллиона человек выезжающих, спокойно могут решать вопросы любой сложности. В Германии зарегистрирована первая смерть от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома. 65-летний мужчина, имя которого не разглашается, умер от осложнений после заболевания. Однако наибольший удар вирус нанес по Южной Корее. Там жертвами болезни стали уже 19 человек. Более 5000 на карантине. Санитарные службы проводят обработку общественных мест. Многие публичные мероприятия отменены. Власти призвали граждан как можно реже покидать дома. Тем временем Минздрав страны сообщил о первых выздоровлениях. Это 17 пациентов, которым справиться с вирусом помог их собственный иммунитет. Сейчас медики пытаются использовать плазму крови выздоровевших для лечения тех, кто не может самостоятельно справиться с болезнью. Ранее такой опыт применялся в борьбе с атипичной пневмонией. Тогда врачам удалось существенно снизить уровень смертности. Такое лечение не дает стопроцентных гарантий. Но врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни зараженных. Аномальная жаркая погода в Японии стала причиной госпитализации 780 человек, сообщает агентство Реоновости. Уже неделю там столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов. Среди пострадавших преимущественно пенсионеры. Власти призывали граждан не выходить без необходимости на улицы. По данным метеорологов, уже в ближайшие сутки ситуация изменится, и в регион придут дожди. Однако и это не станет облегчением. Грядущие ливни повысили вероятность оползней и наводнений. В ряде префектур опубликовано соответствующее предупреждение. Размер ущерба от наводнения в Тбилиси составил 45 миллионов долларов, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Для расследования причин трагедии планируют создать специальную рабочую группу. По данным агентства Реоновости, восстановительные работы в центре Тбилиси временно приостановлены из-за сильного дождя. Он может стать причиной оползней и нового наводнения. Ситуацию усложняет стихийный обвал и дорог на главных улицах столицы. Власти Тбилиси уже второй день не могут справиться с огромными пробками. Со вчерашнего дня в различных районах города жители начали собирать гуманитарную помощь. Такой активности от студентов не ожидал никто. Ровно как и то, что мы сможем собрать хоть какую-то помощь. Уже вчера вечером люди стали приносить провизию, воду, предметы первой необходимости. В затопленных районах люди остро нуждаются в одежде и обуви. Что самое интересное, участвуют все – и молодежь, и старшее поколение. В результате разрушительного наводнения в Тбилиси погибли 15 человек. Семеро числятся пропавшими без вести. По данным МИДа нашей страны, казахстанцев среди пострадавших нет. Смотрите далее. Итальянцы намерены бороться за право опеки над Валерой Лапшиным. В деле всплыли новые факты. Для проведения Олимпиады Алматы не хватает гостиниц, считает глава МОК. Так ли это, выясняла Галина Полевая. Граница порядка. В Алматы на полосу общественного транспорта продолжают заезжать нарушители. Только за один день отштрафованы более 30 водителей. Дело об усыновлении шестилетнего Валеры Лапшина отправлено на пересмотр в Алматинский областной суд. Слушание намечено на 1 июля. Сегодня в Астане в Верховном суде прошло второе заседание по этому громкому делу. Напомню, прокуроры выяснили, что сотрудники органов опеки Талдыкургана подделали документы о лишении Инны Лапшиной родительских прав и передали ее сына на усыновление итальянцам. Но сегодня выяснились новые факты, которые способны изменить ход всего процесса. Им отказали. Отказ материаловались, что они фальшивые документы предоставили, что деньги мне давали, чтобы я подписала бумагу, чтобы я именно этим итальянцам отдала своего ребенка. С первого 100 тысяч, потом а 150 второй раз. Представитель же итальянской супружеской пары заявила, что ее клиенты намерены отстоять свое право на усыновление ребенка. Да, они будут продолжать участие в судебных процессах, потому что именно они чувствуют ответственность за этого ребенка. В данный момент они, в смысле, уедут. И я представляю интересы, буду присутствовать обязательно. Тем временем в Караганде завершился громкий процесс по отмене усыновления. В центре спора оказался 8-летний мальчик, которого забрали из приемной семьи с синяками, ссадинами, колотыми ранами. Заседание представителей Фемиды провели в закрытом режиме. Того требует закон и тайны усыновления. Суд первой инстанции постановил забрать ребенка у приемных родителей и отправил Жандоса в центр адаптации. По материалам дела, ребенка систематически избивали. Старшая сестра и приемная мать. И сегодня в областном суде пришли к выводу. Источником агрессии была сводная сестра усыновленного Жандоса, которая отныне будет жить в отдельной квартире. Апелляционная коллегия приняла решение вернуть мальчика приемным родителям, сославшись на выводы психологов. Допустим, в судебном заседании и мать, и отец, они сказали, что мы согласны даже, если нам органы опеки попечительства не доверяют, встать у них на учет. И ежемесячно, пожалуйста, любые проверки пусть проверяют нас. Приходят домой, мы препятствовать не будем. Это личное их воле и зеление было. Более 6 тысяч детей ежегодно попадают в Центр адаптации несовершеннолетних и более 3 тысяч в детские дома. Эту неутешительную ситуацию обсудили сегодня в Астане в ходе дискуссии на тему профилактики социального сиротства, организованном фондом первого президента лидера нации совместно с общественным движением «Ребенок должен жить в семье». Мой коллега Асхат Ниязов выслушал мнение экспертов и попытался разобраться в проблеме. Семилетняя Таня Постникова верит, наступит день, за ней вернутся родители и начнется счастливая жизнь. Впрочем, такие же мечты у всех юных жителей детской деревни Усть-Каменогорска. Здесь грязят не о новых игрушках, а о настоящей семье. Я хочу быть с семьей, с Ксюшей, Аней, с папой. Будем идти куда-то, ездить. Проблема в том, что треть ребят, находящихся в детских домах, не подлежат усыновлению. Это сироты при живых родителях. А ведь людей, готовых подарить им счастье, немало. Если, допустим, лет пять назад по четвергам приходили единичные семейные пары, а сейчас даже вы были в музыкальном зале, и порой не хватает стульчика. То есть число растет. Как сделать так, чтобы сирот в стране стало меньше? Решить вопрос взялись депутаты, чиновники и международные эксперты. В Казахстане решили искоренять проблему на корню. Во всех регионах страны открыли так называемые «дома мам», где сомневающиеся молодые родительницы находятся на полном обеспечении, а дети получают шанс на будущее. Мы выясняем причину отказа, мы выясняем, что произошло, что подталкивает нашу девушку отказаться от ребенка. И если это банальный страх перед родителями, то в таком случае мы предлагаем ей на время приют. То есть это дом, в котором у нас проживает одновременно от 10 до 15 девушек со своими детками. В соседней России, например, действуют материальные поощрения для усыновителей. Кроме 100 тысяч рублей, есть региональные бонусы, рассказывает депутат Госдумы с говорящей фамилией. Есть регионы, такие как Калининградская область, они добавляют 600 тысяч рублей. Курганская область добавляет 800 тысяч рублей. А Сахалин с 1 января этого года добавляет 1 миллион рублей, чтобы можно было купить жилье для усыновленного ребенка-инвалида. Тем временем в Казахстане создадут службу по поддержке семей, находящейся в трудной жизненной ситуации. Заработает программа в 2016 году. Асхат Ниазов, Ринат Садыров, Хабар. В Международном финансовом центре Астана предприниматели освободят от уплаты корпоративного подоходного налога на 10 лет. Нацбанк разработал план действий по созданию и развитию специальной финансовой зоны. В основе опыт городов Дубая, Сингапура, Лондона. Наша столица откроет бизнесу немало выгод. Например, нерезидентам страны будут возвращать НДС при покупке товаров на территорию финцентра. Иностранная рабочая сила будет въезжать в страну без квот разрешений. Одновременно введут упрощенный режим регистрации по принципу одного окна при выдаче виз, разрешении на работу и других запросов на территории столицы. Еще одно новшество появится и на дорогах столицы. В Астане решается вопрос о введении отдельной полосы для общественного транспорта. Сейчас Акиматом и ДВД города изучаются детали проекта. Еще точно неизвестно, у кого будет право въезжать на специальную полосу и как поступать водителям при поворотах на перекрестках. В качестве пилотного проекта рассматривается одна из трех улиц Астаны. Разработчики нововведения уверены, что спецполоса увеличит скорость автобусов и маршруток. Тем самым жители столицы смогут значительно сэкономить свое время. Между тем, пользоваться крайним правым рядом смогут только те автобусы, у которых четко проходит маршрут по данному участку дороги. Во многих странах и мегаполисах мира это делается для того, чтобы было привлекательно двигаться пассажирам именно на автобусах, на общественном транспорте. То есть без пробок, без каких-то задержек. И если водитель, например, заезжает на эту полосу, то, соответственно, он нарушает правила разметки и штраф будет 5-месячных расчетных показателей. Тем временем в Алматы начали штрафовать водителей за движение по специально выделенной для общественного транспорта полосе. Напомним, в южном мегаполисе впервые в стране на одном из проспектов появилась новая дорожная разметка с буквой А. Две недели водители готовились ездить по новым правилам, но в первый же день 32 человека экзамен провалили. Им выписаны административные штрафы. Желтая линия протяженностью 9 километров появилась на одной из самых оживленных трасс Алматы – проспекте Абая. Теперь по этой полосе может передвигаться только общественный транспорт. Это, по словам сотрудников Акимата, должно поднять его статус, сделать востребованным и значительно снизить число ДТП. Теперь тот, кто решит проехать по Абая на муниципальном автобусе или троллейбусе, до цели даже в час пик доберется быстрее, чем на собственном автомобиле. Сегодня первый раз по Абая проехали. Очень приятно и удобно для пассажиров. Работать теперь одно удовольствие, говорят водители автобусов. Прямо королями себя чувствуем. В салоне нет резких встрясок, недовольных выкриков. Дорога эта нормальная, пробка нету. Людей тоже удобно. Обычная машина может выехать на запретную полосу только в местах, обозначенных пунктирной линией. Это касается автомобилей, поворачивающих направо и такси, высаживающих пассажиров. Определять номера машин, водители которых нарушили правила, помогут специальные регистраторы. Их установят на автобусах и троллейбусах. Кстати, их водителям тоже нельзя выезжать за пределы своей полосы. А то раньше как? Автобусы мешали другим легковым автомобилям просто самым натуральным образом. Ездили безобразно, обгоняли друг друга. У владельцев личных авто отношение к нововведению неоднозначное. Дорога стала значительно уже, а поток транспорта сохранился. Поэтому ездить стало сложнее, пробки появились. Это очень удобно для нас. Я не переживаю, что кто-то меня подрежет, особенно большие автобусы. По информации ДВД, за минувший день в Алматы более 30 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение новых правил дорожного движения. 12 из них припарковали свои транспортные средства именно на этой полосе и ушли на длительный период. Эти автотранспортные средства были водворены на специальную штрафную стоянку. Всем нарушителям предъявлены штрафные санкции в размере от 5 до 10 расчетных месячных показателей. В чем суть трансформации акционерного общества Самрук Казына? Какова ее конечная цель? Эти вопросы стали главными на заседании клуба «Эксперт» информационно-аналитической площадки Фонда национального благосостояния. Участники встречи главы крупнейших компаний Казпочты, Казахтелекома и Эйрастаны. Они рассказали журналистам о проводимой работе в рамках программы трансформации. Старт проекту масштабных преобразований был дан осенью прошлого года. Главная цель, отмечают руководители компаний, — изменить подход к инвестированию и оптимизировать бизнес-процессы. Это означает внедрение инноваций. Но главная трудность — изменить менталитет самих работников. При этом сокращение штата не избежать, говорит глава Казахтелекома. Конкретных цифр Куанашпеки Секеев не назвал. Сказал лишь, что в компании выстраивают новую модель, призванную повысить мотивацию сотрудников. Очень трудно изменить сознание, когда люди привыкли, сидя за стволом, получать одинаково, а здесь каждый начинает получать по выработке. Такая дифференциация труда, она все-таки приводит к эффективности компании. Они позволяют увольнять именно по производительности труда людей. 7 тысяч квартир распределит холдинг «Батерек» в течение года по госпрограмме. Об этом сообщил сегодня Куандык Бешимбаев на заседании комитета по расходованию государственных средств при фракции Нур-Утан. Какими темпами решается квартирный вопрос казахстанцев в материале Назам Тенельбаевой. Более 400 тысяч квадратных метров жилья сдадут в эксплуатацию по программе «Нур-Лужу» в этом году в Астане, Алматы, Таразе, Актубе, Кустана и Павлодаре, Алматинской области. Об этом заявил глава холдинга «Батерек» Куандык Бешимбаев, отметив, что ведется контроль за качеством и ходом финансирования. Со сроком сдачи в 2016 году подписаны договора по семи объектам площадью 73 тысяч квадратных метров на сумму 10 миллиардов деньги. У членов комитета по расходованию бюджетных денег вопросов в главе холдинга «Батерек» предостаточно. Главное, как осваиваются деньги и почему часть домов сдается с опозданием. Как выяснилось, не везде подведены инженерные сети, кое-где сроки сдвинуты из-за удорожания стройматериалов. В итоге с проблемными застройщиками расторгнуты контракты. Смета скорректирована. Если верить вашим словам, к концу года будет все нормально. Что за причина? Все-таки первая половина всего освоена 28 или 23 процента. Уже сегодня можно считать, что потенциальное освоение 63,3. План по квартирам мы полностью выполним. Квартирный вопрос на контроле партийцев. Уже в следующем месяце 700 семей по всему Казахстану отметят новоселье. Назам Денильбаева, Жеслан Шакенов, Астана. Сегодня Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Астри Турс высоко оценила инициативы Казахстана по соблюдению межнационального согласия. Госпожа Турс считает, что казахстанский опыт нужно более широко использовать в мировой практике. Ведь именно здесь в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей. Этот вопрос находится на особом контроле у президента. А соблюдение межэтнического равенства закреплено в Казахстане на уровне государственной политики. Казахстанский правозащитник Аскар Шакиров заметил, что за несколько лет к нему не поступило ни одной жалобы, касающейся притеснения по языковой или расовой принадлежности. Международные эксперты планируют включить успехи Казахстана в ежегодный отчет ОБСЕ. Я думаю, что на фоне тех процессов, которые происходят в мире, о которых мы хорошо знаем в отдельных странах, где межнациональные отношения сыграли и играют очень негативную роль, то именно реализация тех задач, которые стоят сейчас перед казахстанским обществом, представляется очень важными. Солидарный с экспертами из Европы и парламентарии СНГ, прибывшие в Астану на форум, посвященный 20-летию АНК. Опыт Ассамблей народа Казахстана, по мнению иностранных аналитиков, должен распространиться и прижиться на территории всего пространства Содружества. Своих коллег встречал спикер казахстанского мажориса Кабибулла Джакупов. Первым делом гости посетили выставку, где была представлена история развития института консолидирующего общества. Мир и согласие – самые важные политические ценности для любого государства, отметил Джакупов, выступая на конференции. Иностранные гости подчеркнули, что эти же факторы – основополагающие в реализации реформ. Прежде всего, это реализация системных экономических реформ и обеспечение роста благосостояния народа по принципу сначала экономика, потом политика. Отмечу, что модель, реализованная нашим лидером, демонстрирует высокую эффективность и устойчивость как в относительно спокойные годы, так в условиях мирового кризиса. Работа Ассамблеи народов Казахстана – это уникальный опыт, это конституционный орган. И этот опыт заслуживает изучение со стороны других государств, в том числе и Кыргызстана. Для нас межнациональное согласие – это не вопрос праздный. Мы пережили два межритинских конфликта. Заявки Алматы и Пекина на проведение Олимпиады в 2022 году нуждаются в улучшениях. Таким мнением с изданием bnews.kz поделился член Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Минус Пекина – необходимость использовать искусственный снег. А вот единственный недостаток Алматы – малое количество гостиниц. Самаранч рекомендовал кандидатам перед голосованием до 31 июля обратить внимание на эти моменты. Алматы – город вполне альпийский. Расположен у подножья горного хребта. Да, и самые отдаленные места, отведенные для Олимпиады, находятся всего в 30 километрах от центра города. Но в Алматы существует нехватка отелей. За последние пять лет туристический поток в самый крупный город Казахстана увеличился в два раза. А вместе с ним и выросло и число отелей. Если в 2003 году в городе было всего 36 гостиниц, то сейчас их в несколько раз больше. Сможет ли Алматы разместить всех туристов во время самого масштабного спортивного праздника, выясняла Галина Полевая. Алматы всегда был привлекательным для туристов. Но если город станет хозяйкой Олимпийских игр 2022 года, ему придется решать вопросы совсем другого масштаба. Строить будут не только спортивные объекты, но и гостиницы. Практически на каждой Олимпиаде вопросы с размещением входили в повестку дня. К примеру, на играх в Ванкувере для журналистов не строили специальной олимпийской деревни. Были свои особенности и на зимней Олимпиаде 2014 года. На зимних играх в Сочи нехватку гостиничных номеров решили оригинальным способом. Болельщикам предложили пожить в круизных лайнерах. Конечно, было не совсем удобно, но организаторы все-таки вышли из положения. А что же предпримет в случае своей победы Алматы? Город в силах принять большое количество туристов и гостей города, которые приедут к нам на Олимпиаду. На сегодняшний день уже получается 50% уже есть этих номеров. Также, учитывая планы города по дальнейшему развитию, я думаю, мы сможем принять всех гостей. Вопросы размещения гостей Олимпиады решат в несколько этапов. Уже к Всемирной универсиаде, которая пройдет в Алматы в 2017 году, построят атлетическую деревню на 5000 мест. В городе уже давно присутствуют известные мировые отельные бренды. В этом году планируют презентовать отели-инвесторы из Франции. Как говорят эксперты, на Олимпиадах большим спросом пользуются бюджетные гостиницы, хостелы. Так что вопросы можно решить. Главное – выиграть гонку за право проведения Белой Олимпиады. Галина Полевая, Серик Бакпаев, Хабар, Алматы. Исполком Федерации футбола страны принял окончательное решение о расширении премьер-лиги. Со следующего года численный команд сильнейшего дивизиона будет увеличено с 12 до 14 участников. Отныне команды в разгар сезона не будут делиться на две шестерки, как это было последние четыре года, а будут играть по старой классической формуле в два круга. Чтобы увеличить количество игр на ранней стадии розыгрыша Кубка Казахстана, Федерация футбола страны будет проводить по два матча, а не один. Также сообщается, что национальная сборная 16 июня не будет проводить товарищеский матч. Ранее соперником должна была стать команда из африканского континента Каба Верде. Однако в последний момент по неизвестной причине они отказались. Тогда в срочном порядке нашлась вынужденная замена в виде сборной Уганды. Ну и с ней товарищеская встреча в Алматы не состоится. Республиканский турнир по греко-римской борьбе о памяти общественного деятеля Елеу Кушербаева прошел на его родине в Казалинском районе Казалардинской области. На таких сельских турнирах берут старт будущие чемпионы. К примеру, местные казалинские борцы Багдад Усенов и Нурбахет Азельханов на недавнем чемпионате Азии в индийской столице Дели стали обладателями золота и бронзы. Они начинали свою карьеру на турнире Кушербаева. В этом году традиционные соревнования состоялись в десятый раз и собрали 300 юных палуанов из регионов Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире.